Привет. Тебе нужно просто отпустить ситуацию. Знакомая рекомендация. А сколько историй мы знаем о тех, кто оп, расслабился и все получилось. Пришла долгожданная беременность. И вроде как звучит просто и понятно. Ну расслабься, ну отпусти. Только вот как конкретно-то это сделать? Сегодня вместе с замечательными экспертами мы будем разбираться, как, ну как перестать зацикливаться на беременности. А начнем мы с анализа. Я действительно зациклена или мое желание совершенно нормально и свойственно каждой женщине? Явным признаком такой зацикленности является факт того, что вся жизнь женщины подчинена только одному единственному желанию – стать матерью. В этом случае все ее другие роли, роль жены, роль дочери, профессионала, человека, которым чем-то увлекается, они либо уходят на какие-то задние планы, либо отсутствуют вообще. Это один из, на мой взгляд, самых важных признаков, когда женщина всю свою жизнь сводит до одного единственного желания. Также я бы сказала, что важным признаком является бесконечное количество попыток сделать ИКО, например, не учитывая при этом ни мнения врачей, которые останавливают, предлагают перерыв, ни какие-то требования, просьбы, сигналы самого организма. Когда женщина, по сути, не успевает восстановиться ни физически, ни морально, ни психологически никак, и снова и снова штурмует эти высоты. Еще один признак зацикленности – фиксация на беременности. В этом случае женщина не думает, например, о процессе воспитания, о том, каким будет ребенок, как будут обстоять дела с его здоровьем. Во главу угла встает идея побыть беременной, походить с животиком, получить заветные две полоски, почувствовать себя в центре внимания. Вроде как все понятно, но, думаю, лишняя самодиагностика не помешает. Мне, как всегда, очень хочется конкретики. Какие вопросы стоит задать себе, чтобы разобраться, мое желание адекватное или все же что-то пошло не так? Четыре вопроса для нас имеют значение. Что я хочу? По сути, я хочу чего-то конкретного или я хочу, как именно, чтобы оно произошло, то есть форму хочу или саму суть. Когда я хочу саму суть, например, ребенка, быть матерью, это говорит о некоторой потребности. Если я детализирую о том, как это должно произойти, оно говорит о том, что за этим стоят ожидания, и ожидания, как правило, не соотносятся с реальностью. Получается, что если я уперлась, хочу ребенка только естественным путем и никак иначе, то это про зацикленность в зоне ожиданий и не есть хорошо. А если у меня просто есть желание стать мамой, и я не особенно парюсь, как конкретно это произойдет, то это про мою потребность в материнстве. И звучит она гораздо спокойнее. Я хочу... И дальше что там? Быть кем или быть какой? Если женщина отвечает, например, я хочу быть матерью, ну окей, мы видим, что за этим также стоит некоторая потребность. Но тут есть такая звездочка, такая сноска. Если она отвечает, например, я хочу быть женой, да, и для этого родить ребенка. То есть когда мне нужно какую-то роль выполнить, другую, не связанную с материнством, и для этого мне нужен ребенок. В этом случае мы говорим о том, что тут есть уже нарушение в желании. И совершенно точно мы будем говорить о зацикленности. Если она отвечает на вопрос, я хочу, какой именно быть за этим состоянием. Например, она говорит, я хочу забеременеть, или я хочу иметь ребенка, чтобы быть хорошей, чтобы выполнить свой долг, оправдать чьи-то ожидания. То есть как только появляется вот эта детализация, что без ребенка она какая-то не такая, например, плохая, одинокая, то вот эта детализация нам тоже будет говорить о том, что есть в этой зоне зацикленность. Третий вопрос, что будет, если не получится зачать ребенка? Как правило, женщины с зацикленностью говорят, что все, жизнь закончена, даже думать об этом боюсь, сразу впадаю в отчаяние. Женщины без зацикленности говорят, ну, я просто буду как-то жить, я буду как-то жить по-другому, пойму, что это не для меня, что-то перестрою. И последний вопрос, который мне кажется довольно важным, если мы спрашиваем у женщины, готова ли ты в какой-то момент сделать паузу? Готова ли ты в какой-то момент остановиться? Женщины без зацикленности, как правило, имеют некий маячок, они говорят, например, я бы хотела еще попробовать дважды ЭКО и после закончить. Те, кто зациклены в своем желании материнства, у них нет этого четкого понимания, когда я точно скажу, достаточно, мы либо пробуем что-то другое, либо решаем эту проблему каким-то альтернативным способом. Кстати, а мужчины, у них случается зацикленность на идею иметь ребенка? Бывают мужчины зацикленные на этом, и тогда происходит следующее, что женщине важно родить для того, чтобы оставаться, например, женой этому мужчине или для того, чтобы он был с ней. Поэтому, безусловно, бывает, но тогда тоже вопрос, чего он хочет, он хочет ребенка или он хочет себя почувствовать каким-то, как правило, за этим желанием у мужчины стоит ощущение собственной маскулинности, какое-то понимание о том, что настоящий мужчина – это тот, например, у которого есть сын, а все остальные дочки – это как-то не очень-то считается. Поэтому зацикленность есть, она связана так же, как и у женщин, с эмоциональными переживаниями и с ответом на вопрос «Кто я?» Ребенок прибавляет статуса или отсутствие ребенка делает человека плохим, никчемным, нереализующим определенный статус. Поэтому, да, конечно, так бывает. И это отразится на женщины. Как выявить зацикленность, мы разобрались. Откуда же она в нас берется? Почему у кого-то случается, а у кого-то нет? По сути, зацикленность – это особенность мышления человека. Мы разные и мыслим тоже по-разному. И зависит это от множества факторов, но особенно от уровня развития нашей личности. Да, случается, что зацикленность связана с психопатологией. Но чаще с тем, что какие-то зоны нашей личности или жизни просто-напросто не развиты. Для нас важно отвечать на вопрос «Кто я?». Иногда мы на этот вопрос отвечаем не посредством того, какие мы есть, а посредством того, чем мы обладаем. Ну, например, для кого-то, чтобы чувствовать себя хорошо, важно иметь дорогую машину или определенную работу. А для кого-то важно иметь ребенка. Первая история, которая с нами происходит, это мы пытаемся ответить на вопрос «Кто я?» с помощью ребенка и для некоторых людей так ответить проще. Второй вопрос, частый, он такой культурно обусловленный, это, грубо говоря, в чем смысл жизни. Для многих женщин, которые пытаются сделать так, чтобы у них появился ребенок, появление ребенка снимает этот вопрос смысла жизни, как будто бы главная задача уже реализована. Поэтому если мы не можем ответить себе на вопросы «Кто я?», «В чем для меня я вижу смысл жизни?», если у нас есть трудности с достижением, в ряде случаев тема ребенка проскальзывает в вопросе профессионального кризиса. Женщина подходит к профессиональному кризису, в том числе на него накладывается возрастной кризис в районе 30 лет. И решать не хочется, это трудновато, проще всего уйти в другую сферу. То есть сначала родится ребенок, и таким образом женщина просто выпадет из необходимости решать вопросы, например, профессионального кризиса. Говоря о женщинах с репродуктивными проблемами, я бы отметила особый вид зацикленности. И одной из причин, почему у таких женщин возникает зацикленность на беременности, является то, что эти женщины постоянно подпитывают свою тревогу. Как это связано с тревогой? Тревога и репродуктивная функция управляются из одного отдела мозга, имя ему гипоталамус. Эта зона одновременно отвечает и за репродуктивную функцию, и за тревогу. Почему это связано? Потому что эффективное жизнеспособное потомство мы можем произвести, только ощущая себя в безопасности на физическом и эмоциональном уровнях. Чем больше тревоги, тем меньше шансов забеременеть. Чем меньше шансов забеременеть, тем больше чего? Тревоги. Это некий замкнутый круг, по которому, к сожалению, ходят женщины с репродуктивными проблемами. Это что же получается? Если я тревожная, то шансов у меня мало? Признаюсь, будучи человеком с тревожным расстройством личности, услышать такие новости было так себе. Но, к счастью, хорошо известно, что у нашего разума есть когнитивная часть, благодаря которой мы можем отлично справляться со своей тревогой. Давайте разберемся, как это делать. Лекарство одно – это снижение тревоги различными способами. Нужно, женщине нужно, как бы, просканировать себя на разных уровнях. На уровне индивидуальном, на уровне своей семьи, на уровне социума, который ее окружает. Я бы еще сказала, на уровне рода. Потому что наша семейная история, она тоже может нести в себе некие тревожные сигналы, которые женщина неосознанно в себе чувствует. Предполагаю, что многие сейчас могли насторожиться. Что-что? Родовое проклятие? Нет, конечно, нет. Речь идет о семейной истории. Если в ней есть определенный травматичный опыт, связанный с детьми, будь то аборты, потери ребенка, тяжелые детские болезни, то он, этот семейный опыт, может вызывать в вас тревогу. Что же с ней делать? Я, конечно, как психолог, как психотерапевт, рекомендовала бы идти к психологу разбираться с профессионалом про это. Если нет такой возможности, то я бы посоветовала начинать спрашивать себя, чего я боюсь. Чего я боюсь, если не будет ребенка? И чего я боюсь в случае, если он будет? Потому что страх удачи – это такой же страх, как страх неуспеха. Иногда женщина неосознанно не готова к тому, чтобы стать мамой, к тому, чтобы функцию родителя исполнять. Эта ситуация, в принципе, нередкая. Поскольку зацикленность связана не только с темой ребенка, но и с тем, кто я, то часть работы с зацикленностью – это работа с собой и со своими состояниями. Оказывается, что нам важно начать учиться управлять своими состояниями и начать отвечать всерьез, скажем так, осознанно, на вопрос, кто я. Или, если прям говорить еще более просто, то в чем заключается моя хорошесть? Зачастую женщина чувствует себя плохой, если у нее нет ребенка. Или нет ребенка к определенному возрасту. Или нет ребенка, зачатого определенным способом. Тогда, если она начинает отвечать на вопрос, а в чем заключается моя хорошесть? С чем связано то, что я хороший состоявшийся человек? То она начинает находить и другие ответы тоже. То есть наша задача, когда мы работаем с зацикленностью – поработать с зоной восприятия, впустить в зону восприятия другие сферы жизни. То есть это не так, что отпусти, и оно само к тебе прилетит. Нет. А это так, что ты начинаешь работать с другими сферами жизни, твое внимание перераспределяется, и оно вынуждено удерживать себе не одну какую-то зону, а, например, пять. Когда это есть и профессиональная реализация, и отношения с мужчиной, которые в результате зацикленности ухудшаются в ряде случаев. А тут, когда восприятие возвращается в эти прежние зоны, то зацикленность снижается. У нас есть разные потребности, которые мы стремимся удовлетворять с помощью материнства. Например, заботиться о ком-то, воспитывать кого-то, помогать кому-то развиваться. И фокус в том, что все эти потребности можно удовлетворить другими путями. Да, может быть не полностью, но хотя бы частично. Например, кто-то заводит собаку, и с ее помощью удовлетворяет часть своих стремлений, снижая тем самым свое напряжение, а следовательно расслабляясь. И что очень важно, сохраняя адекватные отношения с другими людьми, не превращаясь в мамочку для мужа, родителей или подруг. От беременности мы переходим к той потребности, которая за ней стоит. Это потребность материнства. И потребность материнства мы пробуем разложить на отдельные составные части, которые мы в действительности, даже не будучи матерью, можем реализовать в жизни. В современном мире существует множество разных вариантов для тех, у кого, к сожалению, не получается забеременеть естественным путем. Искусственное оплодотворение, усыновление, суррогатное материнство. Но ой как часто я, например, сталкиваюсь с тем, что люди, которые, с одной стороны, очень-очень хотят ребенка, с другой стороны, категорически отвергают все эти возможности современного мира. Почему так происходит? Все методы ВРТ, вспомогательные и репродуктивные технологии, они имеют некий налет искусственности. Я думаю, что это абсолютно преодолимая проблема по поводу искусственности. Несмотря на то, что методу ЭКО уже более 30 лет, в сознании общества, в сознании социума, в широком смысле, это нечто чужеродное, нечто неправильное, привнесенное. Если сравнить эти 30 лет с историей развития человечества, то станет понятно, что, возможно, должно еще пройти достаточно времени, совершится некая революция в мозгах человечества, для того, чтобы эти способы стали восприниматься не как основные, конечно, но как действительно вспомогательные, помогающие многим парам, которые не имеют возможности стать родителями естественным путем, все-таки иметь ребенка. Получается, мы наткнулись на зону сопротивления, и надо бы идти с ней к психологу? Здесь как раз не обязательно, чтобы психолог в этом помогал. На мой взгляд, это преодолевается просто на уровне убеждений. Женщины или пары о том, что это тоже имеет место быть, это тоже нормально. Возможно, женщине в такой ситуации могли бы помочь те, кто уже прошел через эту процедуру, кто имеет детей, зачатых таким образом. Общение не только с такими женщинами, но и с самими детьми, рожденными в результате ЭКО, может женщину убедить в том, что это нормально, и это тоже можно делать, это может помочь, это может помочь мне самой стать мамой. Безусловно, у альтернативных методов родительства есть свои сложности. Во-первых, это преодоление психологических барьеров, некого налета искусственности, религиозных противоречий, культурных штампов, неприятия общества, отрицания со стороны близких. Во-вторых, в вопросе искусственного оплодотворения крайне важно уделить внимание своему здоровью, потому что это стрессовая процедура. В-третьих, в вопросе суррогатного материнства или усыновления важно пройти достаточно серьёзную подготовку, потому что есть определённые подводные камни, как правило, связанные с отсутствием биологической связи между ребёнком и будущим родителем. Но всё это решаемо. Для всех альтернативных вариантах родительства существует одна общая опасность. Как правило, к этим альтернативным вариантам люди приходят уже с каким-то напряжением, уже с какой-то тревогой, уже с какой-то болью, уже с какой-то проблематикой и с накопленной проблемой. Ценность ребёнка с каждой, как я уже говорила, неудачной попыткой ЭКО, например, она повышается. И чем больше вот эти ожидания от ребёнка, тем больше будет проблем потом в процессе его воспитания. Это касается всех альтернативных путей абсолютно. И суррогатного материнства, и ЭКО, и усыновления. Очень много родителей ожидают от ребёнка. Как будто бы, знаете, ребёнок придёт и сделает меня счастливой. Здесь, конечно, перед тем, как решиться, особенно на усыновление и особенно на суррогатное материнство, я бы рекомендовала всем родителям проходить определённое обучение. Мы подошли к очень важному вопросу. Не рожала ни мать и прочие крайне категоричные и очень травматичные рассуждения. Давайте же разберёмся, когда мы на самом деле становимся родителями. А я бы, знаете, вам Ника задала вопрос ответный. А когда человек становится человеком? Когда он рождается или в каждый значимый ответственный момент своей жизни он становится человеком? Вопрос здесь примерно в этом же. Если отвечать на ваш вопрос конкретно, то я бы сказала так, что родительство — это сопровождение. Когда один человек, имеющий опыт выживания и развития, сопровождает другого человека, не имеющего такого опыта. Когда человек становится родителем, здесь есть несколько уровней. Вот в момент родов происходит рождение человека. На биологическом уровне мы можем сказать, что рождение состоялось, и функция родительства тоже начала действовать. Но достаточно ли этого уровня, чтобы родителя считать родителем, а человека — человеком? Я думаю, что нет. Существует ещё много разных уровней. Биологического уровня недостаточно для того, чтобы родитель стал родителем, и чтобы человек стал человеком. Это некий путь. Кроме биологического, есть ещё социальный уровень, есть психологический уровень взросления. Проходя сквозь эти уровни, человек становится тем, кем он становится. И в разные периоды нашей жизни мы, я скажу так, то больше человек, может быть, то меньше человек. Это не касается биологии, это, наверное, касается взаимодействия людей между собой. Это касается каких-то нравственных выборов. Первое, про что хотелось бы сказать, что часто родительства соотносят с инстинктами. Давайте как-то обнаружим, что инстинкт у нас всего один. И он про вскидывание бровей, когда мы видим приятных нам людей. Других каких-то рефлекторных действий, рефлексоматеринства или чего-то ещё у нас нет. Если мы говорим о том, что такое родительство в каком-то широком психологическом ключе, то это создание развивающей среды. То есть мы видим некое существо и создаём вокруг него среду, в которой это существо может развиваться, может вырастать. То есть это не значит, что мы всё время кого-то, не знаю, обнимаем и целуем. Для всех это развивающая среда, но для некоторых это хорошо. Получается, я могу себя чувствовать мамой, даже если, например, усыновила, или сделала ЭКО, или воспользовалась услугами суррогатной матери. На то, как себя чувствует женщина, влияет множество факторов. Есть фактор гормональный, и в этом смысле, чем благополучнее была беременность, роды, тем будет благополучнее этот фактор. Но их достаточно большое количество. Есть те женщины, которые рожают сами, кормят сами, но не чувствуют большой любви к своему ребёнку. Есть те женщины, которые не рожают, не кормят, но становятся матерями, иногда довольно подрощенным детям, но и чувствуют себя довольно комфортно. То есть это ощущение, оно не связано с каким-то конкретным фактором. Ты можешь всё сделать, и это не гарантирует тебе хорошее самочувствие, состояние и желание, ощущение, самоощущение себя как матери. Для того, чтобы смочь видеть существо, как отдельное существо, и увлечённо заниматься его развитием, важна своя собственная личностная зрелость. Важно то, чтобы сама женщина при этом развивалась, ну и чтобы в какой-то мере она могла заниматься развитием и себя тоже, чтобы она не сбегала в материнство. То есть, по сути, что гарантирует эта работа над собой? Я понимаю, что это не то, что хотят люди слышать, но вместе с тем. О том, что делать, если вы обнаружили у себя зацикленность по поводу беременности, мы уже поговорили более чем подробно. Но вот как поступать тем, кто вроде как не циклится, но всё равно переживает из-за репродуктивных проблем. Первое, что я рекомендовала бы, интересоваться воспитанием, а не фактом зачатия, не беременностью. Потому что именно это позволит потом стать успешным родителем и отвлечёт мысли женщины от самого факта зачатия. Далее я бы рекомендовала развиваться в разных сферах. Ну мы об этом уже говорили. Про то, что хорошо бы попробовать себя в разных ролях, не только в роли матери. Следующее, о чём очень важно сказать, я бы рекомендовала таким женщинам, если они это делают, перестать себя ругать за якобы неполноценность. Потому что чувство вины здесь, конечно, не помощник. Сложно, но всё-таки стоит попробовать принять себя такой, какая ты есть. И вот с такими ограничениями идти дальше по своему жизненному пути. Пытаться стать мамой как-то иначе. А может быть, принять решение не становиться мамой. Я не знаю. И не осуждать себя за это. Ещё я бы рекомендовала таким женщинам учиться заботиться о себе. Это важно на разных уровнях. И на уровне физиологии, и на уровне психологическом. Потому что здоровая женщина родит здорового ребёнка. Побеспокойтесь в этом смысле уже и о ребёнке в том числе. Ну и кроме того, заботиться о себе может только взрослый человек. Следовательно, мы, заботясь о себе, как бы говорим себе. Я уже могу быть родителем. Я умею заботиться о себе. Значит, это первая ступенька к тому, чтобы позаботиться ещё о ком-то. Весь выпуск мы обсуждаем, как помочь себе. Это действительно важно. Но помимо нас самих есть ещё наши отношения. Для которых репродуктивные проблемы это тоже стресс и испытания. Как позаботиться о них? Во-первых, я бы рекомендовала паре осознать, что их решение стать родителями их общее решение. Это очень важно. Потому что если это решение одного из супругов, то вся семейная жизнь, вся супружеская система подстраивается под это решение. Оно становится во главу угла, происходит фиксация, и все остальные функции, которые есть у супружества, они теряются. Это не очень хорошо. В такой супружеской паре вероятен разрыв после того, как появится ребёнок. И здесь есть, может быть, грустная рекомендация, но она такая очень реалистичная. Если пара понимает, что желание иметь ребёнка — это желание одного из партнёров, а второй не очень этого хочет. Я думаю, что лучше расстаться. Да, действительно, это может быть очень грустно, но это грусть во благо. Следующее, что можно сказать парам, научиться поддерживать друг друга, научиться одобрять друг друга, несмотря ни на что, и как можно меньше друг друга критиковать и предъявлять претензии. Потому что критика и претензии — это путь в раскол, путь в расставание. И ещё в супружеской паре, конечно, нужно научиться взаимодействовать с социумом по поводу своей проблемы. Здорово поработать над отношениями и, возможно, поработать над карьерой. То есть, если они не готовы идти работать над ответом на вопрос «Кто я и почему для меня это так важно?», то отношения и карьера — это более безопасные зоны, ну, как-то не так пугающие. Но они как раз позволяют снизить эту зону зацикленности. Потому что «А чего вы так зациклены-то? Зачем вам ребёнок?» То есть, как правило, ребёнок — это штука функциональна. Он либо пытается склеить эту пару, и тогда пусть она как-то склеивается не на нём, потому что иначе ребёнок несёт дополнительную вот эту эмоциональную нагрузку. Типа он не получится, и всё, и нам надо расстаться. Либо он несёт на себе нагрузку снижения карьерных ожиданий друг от друга, там, от самого себя, ещё как-то. То есть, классно, если пара начинает работать друг с другом про отношения, каждый сам с собой, про свои успехи, про то, как чувствовать себя успешно. Поговорите со своим партнёром. Нет, не о бытовых вопросах, а о нём и о вас. Есть такой классный тест из 36 вопросов. Он помогает узнать человека, с которым вы живёте, узнать, что у него внутри, как он мыслит, посмотреть друг на друга новыми глазами. Второе, что будет здорово, это вернуть романтику в отношения. Это здорово, когда у нас есть первый этап, такой романтический, нежный, люди встречаются, и они друг к другу выражают свою любовь, свою приязнь разными способами. Когда пара зациклена, эти способы уходят из жизни. Не знаю, один не дарит другому цветы, другой не готовит какие-то прекрасные десерты или ещё что-то. То есть здорово, если люди начинают друг другу уделять внимание, как если бы они только встречаться начали. Довольно полезно. И для того, кто придумывает, например, формат свидания, и для того, кто участвует в этом свидании, если они это делают, например, по очереди. Ходить на свидания это классно. И не важно, сколько времени вы уже провели вместе. Отношения это живая структура. И как всему живому им очень важны удобрения, смены обстановки, новые впечатления и разнообразный допинг. Вернуть в жизнь секс не только про деторождение, но и про удовлетворение, возможно, какие-то сексуальные эксперименты. То есть поговорить об удовлетворенности в сексе вообще, и попробовать продлить прелюдию. Тоже довольно здорово. Больше узнаете чего-то про своего партнера и, возможно, про себя тоже. Получите больше удовольствия. Ох, насыщенный вышел выпуск. И я надеюсь, что теперь рекомендации расслабься, просто отпусти ситуацию, приобрели для вас конкретные, понятные и четкие формы. Берегите себя. С вами была Ника Набокова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok